Девушки отдыхают 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 на принципах холократии. Мы сделали отдельные команды, в каждой команде был бухгалтер, первичник, зарплатник, там еще какие-то люди, и каждая такая команда обслуживала своих клиентов, полностью их вела от и до. И, собственно, продукт был построен вокруг того, что мы не лезем в то, что они делают и как, они же эксперты, они понимают, мы имеем просто метрики на выходе, чтобы клиент был доволен, чтобы скорость ответа была хорошая, чтобы налоговое государство вообще ничего не хотело от клиента, и все было здорово. У нас НПСы были вначале зашкаливающие, там, за 90, и все было круто, но были проблемы. Вот тут проблемы, да, справа нарисованы. Во-первых, каждый круг сам по себе, и когда мы новый круг создаем, то знания никак не транслируются. Во-вторых, непонятно, как это все масштабировать, а самое главное, ну, не самое главное, мелочь, но неприятно, что-то мы убыточны в этой конструкции, но что-то прям не работает. И мы решили, что надо что-то взять и поменять, и поменяли все. И вместо вот этих вот полноценных кругов, которые полностью замуты в себя, мы сделали завод. Конвейер, Канбан, Тойота Продакшн Систем, то есть все вот это вот, поделили все на маленькие цеха, в каждом, в одном цехе у нас там первичку вколачивают, в другом цехе у нас зарплату считают, все помиловали, все вот прямо процесс поделили на части. Что мы сразу же выиграли на входе как результат? Во-первых, мы выиграли масштабирование, оно просто стало на сдачу. То есть если у нас в каком-то цехе чего-то там не происходит, не хватает ресурса, ну, добавили человека, и все залетело. Все стало круто. Вот. Окупаемость получилась тоже сразу. Клиенты только стали немножко разбегаться, потому что у нас как-то вот удовлетворенность стала падать, но это мы потом стали дальше чинить. Проблема в том, что мы черные ящики-то не подчинили, то есть у нас как были черные ящики внутри, то есть они были командой, то стал черный ящик, каждый вот этот цех свой черный ящик. И качество мерить тоже непонятно, пока, собственно, клиент не сказал, а где что-то сбоить, не ясно. Тогда мы подумали, чтобы все это работало быстрее и лучше, надо влить туда автоматизации. И тут мы стали более двигаться в сторону IT. Если раньше наша IT-шная составляющая была вокруг системы управления вот этими всеми процессами, как что идет, там всякое вот такое, то сейчас мы стали залезать немножко внутрь и запустили кучу роботов. Где-то это был искусственный интеллект, где-то это были просто эвринстики. В общем, запустили робота вот по такому принципу. Робот делает 100% работы с максимальным качеством. Взяли выписку, робот 100% выписки провел, потом пришел человек, давай проверять. Понятно, что проверять-то дешевле и проще, чем самому делать. И эффективность стала лучше, мы там стали чуть лучше процессы видеть, скорость выросла. Но все равно нехорошо, потому что проверять за роботом тысячи строк, глаз замыливается, и ты начинаешь просто пропускать ошибки. Ну и опять же вот эта вот история про то, что деградация, да, то есть робот сломался, как мы об этом узнаем? Вот сидели люди и проверялись за роботом. Раньше он делал 70% неправильно, а 30% правильно, например, ну или там 50 на 50, а потом стал делать 1% правильно, 99% неправильно. Просто, а люди же все равно там что-то работают, исправляют, и мы даже на уровне системы поймать это не можем, потому что просто люди говорят, мы что-то устаем. Ну да, работы много. А потом оказывается, что робот там 3 месяца уже не работает, никаких сигналов не поступило. И тогда мы решили, что надо поменять подход. Впрочем, помните, да, 7 лет. Вот это вот уже 6 лет прошло. Это вот один год остался до точки X, про которую я сейчас буду рассказывать. И тут мы пришли вот к этому вот мысли, что вместо того, чтобы 100% работы с максимальным качеством, давайте будем делать 100% качество на максимуме работы. Чувствуете, да, в чем разница? То есть робот делает только то, что он гарантированно делает правильно. И мы даже включили режим вот этой вот галли из пятерочки, да. Там галли, у нас отмена. То есть это значит, что человек за роботом исправлять не может, не имеет права, мы ему не даем. Только если там специальный человек, который приходит, после этого робота правит. И сразу стало лучше, потому что теперь мы точно знаем, когда работает, когда не работает. Теперь мы точно за роботом проверять не надо. Проверять нужно только то, что он не справился. Но всё равно тупик. Вот этот тупик, который мы раньше просто не осознавали. Вот что ни делай, больше, чем треть работы, робот гарантированно правильно сделать не может. Вот не может и всё. И тут мы пришли к осознанию того, чего, может быть, можно было осознать и раньше, но только сейчас мы вот наконец это поняли. Оказывается, когда мы раздробили наш большой процесс на маленькие кусочки и сказали, что давайте в каждом кусочке делать отдельно, в каждом кусочке оказалось недостаточной информации, чтобы его достоверно, стопроцентным качеством сделать, потому что информация нужна везде. Например, вот проводим мы выписку. Я специально пытаюсь удержаться от того, чтобы залезать в бухгалтерские дебри, потому что никому это не интересно, но какие-то примеры надо сказать. Проводим выписку. В выписке написано, что ООО «Ромашка» заплатил ООО «Бегемотик» 30 тысяч рублей. Из этой информации вообще непонятно, как её проводить. Может быть, это товар одна у другого купила, а может быть, аренда, а может быть, это что-нибудь ещё. А может быть, займ. Чтобы это понять, а проводки разные, налоги по-разному считаются, надо где-то там вытащить информацию, о какие закрывающие документы, какой договор. А это у нас в разных цехах, в разных точках процесса. Надо снова всё собирать. И вот тут вот мы сели и стали думать, что делать-то с этим. Нужно 100% информации, а сейчас без этого получается, что мы везде проводим что-то неполноценно, и только в точке сборки, когда мы уже налог готовим, человек садится и смотрит, и что-то там исправляет. Это плохо. Нам нужна информация каждый день, а не в точке сборки. И тут мы пришли к новой гипотезе. Вот то, собственно, ради чего я сейчас буду рассказывать, где мы чего-то научились. Гипотеза, ну, сначала мысль звучала так, вот такая тяжёлая мысль за бокалом чая, о том, что как бы нам обратно собрать вот всё в один процесс, но так, чтобы это было масштабируемо, чтобы у нас вот не было всё поделено, но было всё равно, чтобы всё поделено. Классическая, тризовская задача. И сформулировали гипотезу, что, может быть, мы можем взять и описать вот те самые реальные жизненные ситуации бизнеса. Ну, например, Бегемотикс даёт ромашки в аренду офис. И мы как-то можем описать эту ситуацию, и по отдельным элементам, по выписке, почему-то смотреть. Соответствует описанию? Проводим правильно. Не соответствует? Зовём эксперта, чтобы он новостью снова описал. Ну, и здесь важно вот эти два предположения. Без них ничего бы не заработало. Во-первых, ситуации должны быть стабильны и повторяемы, потому что если в бизнесах на самом деле каждый день происходит что-то новое, ну, значит, никакое описание всё равно нужно каждый раз человека звать. А во-вторых, нам нужно, чтобы Паретта там обязательно покопалась, чтобы вообще количество возможных ситуаций было какое-то такое, не то чтобы конечное, но чтобы вот их можно было быстро исчерпать, и новых не так часто возникало. И нам нужно всё это проверить. Нам нужно эту гипотезу проверить и посмотреть. Собственно, концепт нового продукта в нашей голове звучал так. А давайте сделаем чистую бухгалтерию каждый день по состоянию на вчера. Вот те, кто бухгалтерией не занимаются, возможно, не видят, в чём здесь прорыв и вообще дикая новизна. Но поверьте мне, это вообще-то, ну, вот нам неизвестно в мире ни одной компании, которая так умеет. То есть что это такое? Как обычно ведётся бухгалтерия? В течение месяца, квартала сваливаются в кучу всякие данные, там, выписки, первичка, собираются какие-то документы, потом садится бухгалтер, обычно в последний день передотчёт, в последнюю неделю передотчётность у него дым из ушей, он работает круглосуточно, и он сводит всю бухгалтерию, сдаёт налоги, и в этот момент бухгалтерия чиста. А на следующий день она опять начинается. То есть вчера она была чистая, а потом всё пошло уже до следующего трёхмесячного интервала. А мы хотим, чтобы каждый день. Вдохновляло нас то, что банки так уже живут, потому что их ЦБ так заставил, но вот больше никто так не живёт. Если, кстати, вы знаете аутсорсинговую бухгалтерию, которая так умеет, скажите мне про неё, пожалуйста, я поеду туда к ними знакомиться и спрашивать. Нам кажется, что пока таких нет. Вот. И почему это сложно? Потому что очень тяжело это всё проверять на моделировании, то есть старые данные брать, а что-то с этим делать. Кажется, что так не работает, мы так не умеем. То есть надо реальные клиенты, чтобы в реальное время не посмотреть, какие данные пришли. Если посмотреть, как это программировать, вот так вот мы выписали, кажется, что это ещё на 7 лет, а то и на 14, потому что очень много всяких деталей. А главное, мы понимаем, что эксперт-бухгалтер не может быть заказчиком всего этого. Знаете почему? Потому что когда эксперт-бухгалтер начинает делать продукт для бухгалтерии, то вот как в анекдоте про автомат Калашникова всегда получается 1С. Потому что они так мыслят. Ну вот, если я вам скажу, что вот если вы на системе налоглобожения доходы минус расходы и купили воду в офисе, чтобы сотрудники у вас пили, то это нельзя принять к расходам, а если у вас сломался кулер и вы его починили, то это можно, то для нормального человека это непонятно. А бухгалтер говорит, ну конечно, очевидно же. И вот они живут в мире, где вот куча таких вещей очевидны, и когда они делают продукт, то они как бы это в продукт закладывают, который потом нормально людям не заходит. А знаете, я вот по образованию математик, и мне вот тоже такое лилиническое отступление, мне тоже вот это тяжело, потому что в математике-то вот есть несколько аксиом, потом всё из них следует. А в биологии, например, там всё не так, мне вот поэтому тяжело было всегда биологию понимать. Там вот просто ты наблюдаешь за миром и как-то его описываешь, а оно не следует, а просто так получилось. Вот бухгалтерия, она больше похожа на биологию, там просто вот есть какие-то законы, которые так получились, и ты как бы вот живёшь в этом мире, логики в этом нет, ты просто их знаешь. А тем людям, которые хотят, чтобы это работало, им так не надо, они хотят, чтобы само работало. И что же мы с этим делали? Делали мы следующее. Вот надо всё это было проверить, не за 7 лет. Начали мы с того, что мы сказали, а пусть наш продукт будет от разработки. Но здесь на самом деле ключевой момент не в том, что он от разработки, а в том, что он не из бухгалтерии, не специалист, не знает ничего, и это было прямо нашим ключевым поинтом. Человек, который будет использовать экспертов, бухгалтеров для того, чтобы спрашивать, но не будет верить им на слово, а будет делать продукт, который будет ему понятен. Ну, то, что он был продакт, тоже имело свой плюс, потому что у нас не было вот этого классического конфликта, в смысле, то, что он был разработчик, можно сделать, нельзя сделать, он сам же, это же такой был микро стартап, он сам же и делал, и сам же задачи ставил, и всё было хорошо, и сам же ходил бухгалтером, и, в общем, со всем этим разбирался. Это нам дало первый буст. Второе, что мы сделали, мы долго думали, а как же нам сделать так, в чём же нам хранить вот эту информацию о жизненных ситуациях, о сделках? Ну, то есть, структура данных какая-то нужна, какой-то интерфейсик надо нарисовать, чтобы всё вот это вот хранить, но тут проблема в чём? Уровень неопределённости большой, мы пока вообще не понимаем, как эти сделки описывать. Какой интерфейсик не сделай, его рефакторить, 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 а это же долго, это же ресурсы. Какую бы структуру данных не сделай, всё менять, и мы решили, что мы возьмём и сделаем язык, потому что язык — это что-то, что проще всего подаётся изменениям, рефакторить легко. Загнали в ЭДЕшку, это, кстати, реальный язык, тут ничего не видно, это и не важно, потому что, собственно, ну, то есть, это низкоуровневый язык, который описывает, какие операции, как проводятся в проводках. И оказалось, что это дико просто, дико удобно. А разработчики с огромным удовольствием живут в мире языков, они их правят, они их развивают, всё полетело. А дальше, естественно, мы предполагали, что вот случится вот это, и оно на самом деле случилось, потому что сначала мы сделали язык, потом разработчики, ну, только они могли, собственно, этим языком описывать сделки, когда они устали описывать сделки, потому что, в общем-то, уже у нас пошли больше и больше клиентов, они сказали, так, ну, теперь нужно делать интерфейс, и сделали за полторы итерации интерфейс, который был просто динамический на фоне языка, то есть это было следствием языка. Язык развивается, интерфейс автоматически за ним следует. Если бы начали, наоборот, с интерфейса, то ничего бы у нас не получилось, ну, точнее, время мы бы потеряли очень много. Дальше. Третий пункт. А кто слышал про историю механического турка? О, мало кто слышал. Значит, надо рассказать. Вот в этом вот далёком году, 1770-м, некий барон, имя которого у меня из головы постоянно вылетает, даже не буду искать, поразил Европу тем, что ездил по ней, показывая автомат, механический турок, играл в шахматы и, в общем, играл достаточно достойно, всех обыгрывал. Ещё раз обратите внимание, год, да, 1770-й. Шок-контент, никто не верил, что же это такое. Ну, потом, позже выяснилось, что обман скрылся, выяснилось, что внутри этого устройства сидел реальный человек и просто хорошо играл в шахматы, никакого автомата не было. Вот, это реконструкция из какого-то музея, потому что оригинальный турок не сохранился, но смысл в том, что механическим турком принято называть, когда человек эмулирует работу автомата. И мы, ещё один способ запуститься быстрее, мы пришли к вот какой мысли. А давайте, если мы понимаем, как программировать, мы не будем программировать. Давайте мы ресурсы на программирование бросим на то, где мы ничего не понимаем, на исследование. А где всё очень понятно, у нас сядет человек, который не боится испачкать руки, будет руками фигачить. И это тоже очень хорошо сработало. Вот это выглядит сейчас примерно вот так, это до сих пор, кстати, так работает в нашей MVP-шке. То есть наша программа анализирует на основе языка те сделки и материалы, которые есть, и говорит человеку, вот тебе инструкция, садись и делай. Инструкция такая, буквально, прямо по пунтикам, очень понятна, мы сажаем человека без квалификации, мы специально туда взяли человека, который ничего не знает, прямо это было критерием отбора. В бухгалтерии когда-то сталкивались с жизнью, сталкивались с следующей, то есть нужен тот, кто не сталкивался, и вот он сидит, это все делает. И это нас ускорило очень сильно, потому что запрограммировать вот это, очень понятно как, но ресурс нужен. Вот. Ну и последний, четвертый пункт, как-то я вроде хорошо успеваю, да? Отлично. Четвертый пункт того, что мы сделали, мы себя стали бить по рукам и усиленно не давать раскатывать найденные технологии на всю клиентскую базу. Почему? Потому что как только ты начинаешь раскатывать что-то на всю базу, у тебя возникает операционка, у тебя возникает выход, ты начинаешь, как бы тут пошло, тут не пошло, тут давайте внедрять, тут нужны ресурсы, нужны люди, и это сильно замедляет продвижение вперед именно нового продукта. То есть вместо того, что вы, допустим, научились мы описывать сделки, касающиеся аренды, сразу же руки чешутся, а давайте у нас же там куча клиентов, всех у кого аренда пропишем, мы там снизим нагрузку на живых людей, которые часто по-старому делают. А вот мы не будем. Мы берем клиента нового и целиком все его сделки полностью описываем. Берем следующего, описываем сделки целиком, развиваем язык в таком вот лейзи подходе, когда мы только то, что у нас появилось нового клиента, то вот появляется в языке и ничего не раскатываем на старую базу. В результате все усилия только на новый продукт никак не размазываем на старый и очень хорошо сравнивать. У нас есть клиенты либо на новом продукте, либо на старом. Классическое такое обе-тестирование, ничего не замешано, берем, сравниваем, получаем, что получаем. Ну и, собственно, гипотеза подтвердилась. Что мы получили? Мы получили, что за три месяца у нас запустилась MVP. Тут надо сказать, что MVP штука такая, разные люди разные, вкладывают, иногда лендинг от MVP. В нашем случае это штука, в которой реально клиенты живут, у них считаются налоги, у них ведется учет в 1С, то есть это, ну, такой полноценный продукт, хоть и с механическими турками внутри. У нас 80 клиентов еще через три месяца, то есть через три месяца после идеи у нас появился первый продукт, еще через три месяца на нем 80 клиентов. Опять же, там для кого как, для нас это значимо, это много. И все еще один вот этот вот механический турок или биоробот, как мы его поначалу называли, справляется с этим. Мы все еще ждем, когда он переполнится, нужно взять второго, но пока этого не случилось. И два продукта, оба разработчика все это вытягивают. И помните, да, про Парета тоже был у нас вопрос. Вот этот график, я его просто выдернул из нашего дешбордика. Не обращайте внимания на красные и синие линии, в данном случае это не важно, они примерно параллельны. Смысл в том, что сначала все идет медленно, пока мы начинаем описывать новые и новые жизненные ситуации, каждый нужно расширить язык, чтобы ее описать. А потом раз, у нас получилось вот такое, оп, это уже известные нам жизненные ситуации. И действительно, список жизненных ситуаций, набор исчерпаем, одни и те же бизнесы действительно используют одни и те же типовые сделки, и все это подлежит такому описанию. Вот. И вот так вот все и получилось. То есть, подводя итог, вот четыре штуки, которые для нас случились находкой. Может быть, кто-то скажет, что они известны и понятны, но для нас это было прямо новым и важным. Во-первых, продакт не эксперт, ну, в частности, разработчик круче, чем продакт эксперт в некоторых задачах, в нашей, по крайней мере. Во-вторых, язык зачастую эффективнее, когда ничего не понятно и нужно придумывать описание, чем любые интерфейсы или что-то такое, потому что его легче менять. Третье, если понятно, как программировать, то не надо программировать, пусть это будет делаться руками. И четвертое, наконец, что проще, то есть эффективнее двигаться в сторону глубины на узком сегменте, чем пытаться размазывать находки на широкий сегмент. Вот, примерно так. Если интересно, вот так со мной можно связаться, ну и буду рад ответить на ваши вопросы. Да, я вижу первый вопрос в зале. Да, меня зовут Ксюша, Яндекс.Практику. Спасибо большое вам, вы спасли много раз меня и ПЭА от всяких головных болей. Вопрос такой, очень часто, ну, в смысле, я так использовала, по крайней мере, кнопку, она ходила там в Диадок, в банк, куда-то еще, ну, в общем, так или иначе, взаимодействовала другими сервисами. И вот эти инструкции, я так понимаю, что они часто же меняются у разных банков, у разных других сервисов, с которыми вы взаимодействуете. А как, ну, устроено поддерживание вот этих изменений? Кто-то тоже ходит руками или есть отдельный, не знаю, отдел, который следит за изменениями? Ну, короче, как пишут инструкции, если все меняется в других компаниях постоянно тоже? Ну, да, мы отслеживаем, у нас есть специальные функции отслеживать, что меняется в законодательстве, в интерфейсах, в правилах, и нужно менять инструкции. Да, это часть, часть правил игры, к сожалению. Я понимаю, это делает человек или команда, или, ну, как бы... Это разбиленная функция, то есть есть, потому что инструкции проразные. То есть, есть люди, которые отвечают за взаимодействие с банками, они отслеживают, что там меняется в интерфейсах. Ну, например, там Тинькофф, любимый, в какой-то момент стал автоматически делать платежки на НДФЛ, когда ты заводишь что-то. Раньше мы делали их сами, потом в какой-то момент поймали, что у нас получилось, что один клиент два раза заплатил НДФЛ, потому что Тинькофф решил помочь сделать еще одну платежку в дополнение к нашей. Ну, и мы поменяли инструкцию. Иногда это путем таких вот через боль, через пробу и ошибки происходит. Кто-то отслеживает законодательство, кто-то отслеживает такая штука ПБУ, правила бухгалтерского учета. Ну, да. Спасибо. Спасибо. У нас есть еще один вопрос. Давайте. Сергей, спасибо огромное и за презентацию, и за сервис. Он офигенный. Боже, очень люблю кнопку. Спасибо. Вопрос, как вы поймете, что пора всех из старых клиентов на механических турок переключать? Ну, или не на механических. В какой момент перейдет переключение оставшейся клиентской базы? Мы еще не знаем. У нас, с одной стороны, есть технические ограничения. Пока вот наш новый продукт, у него область применимости чуть уже, чем, ну, то есть в кнопку мы берем очень широкий спектр клиента, практически любой бизнес, а тут у нас пока живет для услуг, то есть мы пока не умеем работать с товарами в новом продукте, мы хотим научиться. Будем ли мы переводить услуги все, которые есть на старом продукте или нет, мы пока еще не решили. Может быть, будем, если мы поймем, что для услуг уже все отточено. Пока не знаю ответа. Отлично. Спасибо за честный ответ. Мне кажется, это всегда очень хорошо. Родион Салкин, МТС Клауд. Спасибо большое за доклад. Такой вопрос. Меня немножко смутил четвертый принцип, что лучше сначала там полностью захватить одного клиента, все кейсы описать. Но не будет ли тогда ситуации, что делаем какую-то, ну, там, дженерализированно, делаем какую-то фичу, которая, как оказывается, нужна либо одному клиенту, либо там, ну, очень маленькому количеству. Как вы это не упираетесь? Хороший вопрос. Действительно, особенно на этапе исследования, вот, который сейчас у нас, по сути, продолжается, хотя мы тоже далеко зашли, сложно определить, вот, какая-то конкретная фича, она частая или не частая. То есть, мы решили на это, честно так вот, закрыть глаза и сказать, что вот пока делаем все, что встречается, вот, нам приходит новый клиент на продукт, и все, что им нужно, мы делаем. Может быть, в какой-то момент мы начнем, когда у нас будет больше статистики, чего-то отсекать, и просто говорить, что вот эту фичу мы там откладываем. Но, на мой взгляд, это не сильно связано с тем, раскатывать или раскатывать, существует штуку на основное. Мы в первую очередь, почему не раскатываем, потому что это упирается в ресурсы. Если мы начнем раскатывать на всех, мы неизбежно сожжем огромное количество ресурса на просто поддержку вот этой вот трансформации на большой базе, и мы замедлим развитие нового продукта. Мы не хотим пока делать. Замедлится дискавери в году деливери. Да. Спасибо. В какой-то момент мы, наверное, поменяем приоритеты, но пока мы хотим сторону в дискавери. Так, отлично. Есть ли еще вопросы в зале? Нет, все. Спасибо большое. Спасибо. Если вдруг боитесь задать какой-то вопрос, то всегда можно поймать спикера в кулуарах. Я думаю, что это просто здорово. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!